Продолжение следует... Рассказать о новом пластиковом мяче, правилах и технике новых ударов, стойке, передвижении, может быть, хватке ракетки. Как происходит контакт с мячом, тем более это новый мяч, если большинство здесь людей из нашего поколения, мы играли, помните, таким целлюлоидным мячом, который мы с удовольствием поджигали в свободное время, где-нибудь за школой, который дымил, доставлял нам огромную радость, и мы бегали с ним, и все. То этот пластиковый мяч, которым мы сейчас играем, он обладает другими качествами, и он, честно говоря, сильно изменил настольный теннис. Хочу рассказать, как это произошло. Произошло, на самом деле, это очень давно. Вообще, начинался настольный теннис как раз первый, какой был изобретен из этих мячей современных, это был как раз пластиковый мяч. Но он не пошел там в силу ряда причин, и он потом стал целлюлоидным, которым мы долго-долго играем. И вот около 10 лет назад нам все-таки из-за того, что целлюлоидный мяч горит, труден в перевозке, вы знаете, да, что в самолетах нельзя было его перевозить, потому что этот товар был обозначен легковоспламеняющимся, и поэтому по ряду целых причин он был запрещен в перевозке в самолетах, и это доставляло огромные трудности для проведения соревнований по всему миру. То есть вы понимаете, что эти мячи производят в Китае и там в Европе чуть-чуть. Поэтому в какие-то там африканские или другие страны доставить мячи для соревнований, это тоже была определенная проблема. Их можно было возить только контейнерами, перевозками большие группы, либо надо было сдавать в багаж. Поэтому многие соревнования все-таки были в том числе с большими сложностями проводились. В итоге заменили на пластиковый мяч, который сделал революцию в настольном теннисе. Итак, что самое главное изменилось? Если в игре целлюлоидным мячом, начиная с 60-х годов, был введен термин «дьявольский мяч из Токио», это так называемый топ-спин, который вы все наверняка знаете, что это такое. Это японцы в конце 60-х годов приехали и начали каким-то новым инвентарем, который был недоступен почти всему миру. Приехали, по-моему, в 67-й или 68-й год, могу ошибаться в годах. Они приехали в том числе в Советский Союз и начали этими дьявольскими ударами, который летел по такой траектории большой, очень сильно крутился, и те спортсмены, которые вчера еще играли на равных со всем миром, и вдруг приезжают эти японцы, и те спортсмены, которые были одними из сильнейших в мире, вдруг проигрывают этим японцам 21-2, 21-3. То есть вообще невозможно было выиграть у этих японцев, которые сделали какой-то переворот на настольном теннисе. Вот у них нельзя было около года, никто не мог выиграть. Вообще по всему миру, все спортсмены. И это было вращение, которое изменило наш настольный теннис. Это произошло из-за смены инвентаря, ну и инноваций какого-то там человека, который придумал, что можно сделать такого нового инновационного настольного тенниса. И так. И с тех пор, с конца 60-х годов, настольный теннис очень сильно скакнул вперед. И самое сложное, что было в настольном теннисе, из всех сложностей, которые существуют, в каждом виде спорта есть какие-то сложности. Так вот, настольный теннис, самое сложное, что было на протяжении последних 40 лет, это было, конечно же, вращение. Если мы сейчас смотрим большой теннис, и нам показывают 250 км в час, мы все понимаем, что снаряд, несущийся со скоростью 250 км в час, просто, когда подают со всей силы, там, какие-нибудь двухметровые атлеты, которые подают, и мы понимаем, что это, ну, на чисто эмоциональном, физическом, там, зрительном восприятии, мы понимаем, что это дикый несущийся снаряд, на который нельзя среагировать. То у нас в настольном теннисе, это не 20 метров между теннисистами из большого тенниса, которые подают, да, и там трудно среагировать. Это всего лишь вот такое расстояние, на котором нам надо такой же запущенный снаряд. Тоже у нас удары, в общем-то, идут от, там, двух километров в час, но, в общем-то, самые сильные у нас удары доходят до 160, до 180 измеренных километров в час. Так вот, на этом коротком расстоянии, в черте знает, в каком направлении, летит мяч, и еще непонятно с каким дичайшим вращением, и за сотой доли секунды нам надо понять вращение, успеть подойти к мячу, принять решение, каким ударом мы это принимаем. Так еще надо мозгу дать правильный рефлекс, правильную команду, чтобы мы еще правильной рукой, там, то есть правильным ударом, подойдя, направили вот это дичайшее вращение, несущееся к нам с какой-то сумасшедшей скоростью, вернуть на стол, да и еще надо так вернуть, чтобы соперник ошибся. Итак, самое сложное, что было, это вращение, к которому не могли привыкнуть, и не могли понять люди, которые не занимаются настольным теннисом. То есть, буквально любого человека сейчас остановим на улице, вот сейчас выйдем отсюда и скажем, мы занимаемся настольным теннисом. Сразу первое, что мы получим, это улыбку, потому что первое, что у всех вызывает настольный теннис или пинг-понг, это хорошее настроение. Наш вид спорта, в общем-то, он доступен, понятен, все почти играли, все чемпионы двора, чемпионы школы, чемпионы, не знаю, института, обыгрывали папу своего или там девочка маленькая обыгрывала двухметрового человека, что позволяло ей считать себя очень успешной. И этот вид спорта, он позволяет нам всем улыбаться, понимая, что я-то тоже могу. И поэтому сейчас любого человека на улице встретишь и говоришь, пойдем сыграем. Как у меня, например, произошло с двухметровым великаном, рекордсменом мировым, Кирилл Сарычев такой есть, он под два метра, и он единственный на этой планете поднимает штангу от груди 330 км в час. Так вот, мы с ним встретились на каком-то там мероприятии, он мне говорит, Максим, я тоже классно играю в настольный теннис. Я говорю, ну, конечно, как еще, тем более ты 330 кг, когда ты просто замахнешься в своем теннице. Я понимаю, что я уже проиграл, но если мы все-таки встретимся на узенькой дорожке, в интеллектуальный вид спорта, у меня какие-то шансы, скажем, есть. Вот, он говорит, да я тебя обыграю, что я там, я там тресну, 330 кг поднимаю. Ну, понятно, что он треснет, и любой человек на земле не должен взять. А я-то понимаю, что я, в общем-то, знаю какие-то хитрости, секреты подачки, которые он не возьмет. Так вот, я ему говорю, хорошо, давай так, я тебе подам 25 подачек, 25 подачек, а ты, если одну на стол примешь, то я тебе 1000 долларов. А сегодня так можно поставить? Можно, но ставки другие, поскольку вы все-таки занимающиеся, да? Я бы, может, попробовать... Ну, это обсудим, это вот Илья Куляхтель, который... Это во второй части. ...который финансовый ответственный на это мероприятие. Сейчас прям готов поучаствовать. И подал я ему 25 подачек. В общем, через 25 непринятых подач, причем одну он... Один прием засветил своему кинооператору, который там стоял, засветил в глаз, чтобы даже не успел убраться, потому что он бил прямо, а мячик летел вот так в сторону. То есть у него начала уже руки трястись. А я понимаю, что у меня уже опасность какая-то надвигается. Итак, эти нечеловеческие вращения, которые мы используем, они, конечно же, даже непонятны. Ну, что там какой-то маленький тщедушный китаец бегает, которого из-под стола не видит, что-то бьет. Ну, и эти сумасшедшие напротив стоящие по 25 подач не принимают. Туда-сюда. Вот с такими вещами столкнулись в 60-х годах все люди на планете, когда японцы приехали, дьявольский мяч мы делали. И мы, которые там уже с китайцами играем, которые доминируют, которые действительно по, не знаю, по 20 лет стоят там и как монотонные там тренируются, что, в общем-то, недоступно всему миру практически. То есть вот эта вот монотонность, вот этот вот вид спорта, который считается абсолютно китайским, где они доминируют много-много лет, потому что это такая нация. Они не созданы для настольного тенниса, но их менталитет, который может миллион китайцев стоять и два года подряд имитировать один и тот же... Нам не дано, нам надо креативить, нам надо из-под ноги ударить. А эти прямо им сказали сыграть. И вот они стоят и годами делают то же самое. Я, кстати, столкнулся с обратной картиной, когда я уже встречал китайцев, приехавших после вот этих многолетних работ, и когда они уже суперзвезды приезжают в какой-нибудь немецкий клуб, и их приглашают, давайте потренируемся, а они говорят, да ладно, я уже столько натренировался, лучше иди сам тренируйся, а я пойду-ка фильм посмотрю, покурю там, потому что большинство из них еще и курит, но это не мешает им стать, быть лучшими игроками. Так вот, повторяюсь, самое сложное, что было в настольном танце, это вращение. Как изменилось? Мячик, который пластиковый, предположительно, его изобретали в том числе для того, чтобы снизить скорость летающего мяча. Действительно, когда мы получили этот мяч, привыкли делать этот сумасшедший топ-спин, у всех он сильно вращался, есть некоторые игроки, которые только прям со всей силы вращают, и даже не умеют быстрые топ-спины делать. Но это было грознейшее оружие, против которого практически невозможно было стоять. Ну, самый лучший пример в настольном теннисе, который всех, наверное, понятен, это вот висящий на плакате сзади вас, это Тима Бой, который последние 25 лет первый ход делает с чудовищным вращением, там вот с участием кисти безумно работающей. И китайцы, которые смахивают все со стола, которые там годами могут перекручивать вообще, не ошибаюсь, а вот на нем, на его первом топ-спине, с сильнейшим вращением, они как 20 лет назад не могли исправиться, так и сейчас до сих пор он один из сильнейших игроков в мире. Так вот, именно вращение благодаря новому пластиковому мячу теперь изменилось. Оно действительно, прилетая, пролетая вот это расстояние, вот эта дикая вращающая семясть, которую мы могли сделать старым целлюлодным, прилетая к нам, он вдруг уже не такой страшный, то есть новое поколение, которое не знакомо с целлюлодным мячом, ну вот, например, ты, я думаю, сейчас сделаю тебе, извиняюсь, что я... Я не знаю. Как тебя звать? Леша. Леша. Я думаю, что я сейчас Лешей сделаю какой-нибудь топ-спин, изображая Тима Боли, а Леша подойдет и вот так вот и слева, и справа скажет, спасибо, что сделал медленный топ-спин, для меня это одно удовольствие. Я не знаю, что он сильно вращается, я полагаю, что когда-то это был сильный удар, но сейчас это для меня одно удовольствие. Вот приблизительно вот так, потому что ко мне после того, как пришли новые мячи, например, в Россию, и многие игроки, которые раньше делали топ-спин, знали, что сейчас вот человек будет мучиться, кто-то там будет прям стараться прижать его, у кого-то вылетает в потолок, а сейчас они подходят и говорят, а что делать-то, Максим? Я что-то вот как делаю такой же топ-спин, а сейчас ко мне приходит Леша и берет, и просто так спокойно, как будто на завтрак ему дали вкусную кашу, он берет его, съедает и говорит, еще дайте мне, я еще хочу покушать. Поэтому, итак, новый мяч потерял во вращении и в скорости. Может быть, для этого изобретался этот мяч, потому что для телевидения наш вид спорта давно уже перестал быть привлекательным. Здесь масса причин, но смысл такой, наш вид спорта показывает мало по телевизору. И для того, чтобы привлечь в том числе главных спонсоров, которые ориентировались, как всегда, на телевидение, на популярность людей, на зрителей, которые приходят и хотят, дайте нам кусочек настольного тенниса, мы хотим у него, то вот такого не было давно уже, поэтому в том числе сменился мячик на пластиковый. Мячик стал медленнее прилетать, то есть он вылетает с такой же силой и объем, вроде такие же размеры у мяча, но качество именно этого материала, из которого сделал мяч, они оказались такими, что мяч с точно такой же амплитудой мы делаем наш любимый топ спин, и вдруг наш соперник, вместо того, чтобы убегать и бояться этого удара, он вдруг уже близко устал, он может спокойно его встретить, более того, как еще нанести классный удар, а мы же так сильно вращаем. Что случилось-то? Оказывается, мяч по своим качествам потерял возможность так сильно вращаться. Это просто вот такие качества, которые ученые из настольного тенниса еще не описали досконально, но мы точно знаем, что это вот такие воздействия. И он стал медленнее к нам прилетать. Мы делаем со всей силы удар, а он прилетает к нам, как бы, ну, не знаю, зимней мухой, которая вот еще в спячке такой, и мы можем среагировать на него, быстро отбить. Поэтому, мячик изменил настольный теннис. При этом, я еще раз вот хочу донести свою мысль, в общем-то, одно из, видимо, одна из главных причин, почему сделали мячик, чтобы замедлить настольный теннис, чтобы он стал более смотрибельным, понятным, чтобы люди могли успевать за ним, потому что, я думаю, что половина бабушек и дедушек просто не успевают за этим носящимся белым пятнышком на экране телевизора. Им тоже неинтересно, они не видят ничего. Поэтому, я думаю, что и в этом, с этим прицелом делался мяч, чтобы он медленнее летал. Но это произошло, к сожалению, не то, что к сожалению, произошло обратное. Мы стали бить, больше энергетики в мяч давать и меньше вращать мяч. То есть, получилось, что мы стали играть, если вы поймете, если я правильно попробую донести, то есть, раньше мы играли в настольный теннис с сильным вращением, а сейчас мы играем практически в большой теннис, вот с этими академическими движениями, направленными на перемещение энергетики от себя, как оно быстрее. Вот. И если упрощать, то я сейчас рассказываю всем тем, кого обучаем настольный теннис, начиная от маленьких детей и до взрослых людей, которые готовы платить большие деньги для того, чтобы понять, как сейчас играть в настольный теннис. Так вот, я объясняю так. Сейчас мы, как в общем-то, во всех видах спорта давно уже, там, объединение между понятиями, там, между видами спорта объединяющие, есть пластика. Так вот, у нас раньше можно было и загнуться в какую-то чудовищную стойку, кисточкой замахнуть, там, с некрасивыми действиями, ногами, руками, каком-то тело перекошено, но мы касались мяча, зацепляли мяч накладкой, мяч чудовищно крутился, и мы, находясь в безобразной совершенно стойке к следующему удару, все равно наносили этот удар, и человек не мог его принять. И у нас было время, в том числе, пока он там напрягался для приема, у нас была возможность из нашей неправильной, перекошенной стойки вернуться обратно и продолжить удар. То есть сейчас такого уже практически нет. То есть сейчас мы играем в большой теннис с желанием как можно быстрее всадить мячик в сторону соперника, то есть своей энергетикой переместить туда. А вот, как я сейчас объясняю, и может быть это правильно, я надеюсь, что это правильно, для себя, для меня это точно правильно. Так вот, в последний момент прощания с мячом мы как раз добавляем именно то вращение. То есть если мы начнем с вращения, как мы раньше это делали, то мячик зимней мухой долетает и останавливается перед соперником, теряя и во вращении и в энергетике. То есть сейчас мы делаем так. Бум! И вот здесь, прощаясь уже как можно ближе к сопернику, мы добавляем вращение, как бы давая подзатыльник улетающему мячу с помощью, как я говорю, с помощью кисти. Это самый дальний от нас рычаг, который еще может как-то воздействовать на мячик. А еще я это рассказываю, что мы как бы пальцем начинаем гладить ну как бы мячик по голове. И получается, что мы даем энергетику и прощаясь вот сюда вот даем как бы подзатыльнику летающему мячу. И вот здесь, если мы это делаем правильно, вот здесь вращение еще остается, прилетая к сопернику. А вот здесь вращение, лишние полтора метра, оно гораздо быстрее раскручивается благодаря качеству этого мяча, нового пластика. Вот приблизительно так я расскажу. Итак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА